Тренировка начинается с пробежки. Без нее никуда, ведь это уже не дворовый футбол, а настоящий набор в секцию самого именитого клуба России. Несколько кругов вокруг стадиона помогут новичкам размять мышцы и наполнить легкие кислородом. Возрастных ограничений нет. К примеру, Ансару Мальсагову всего 10 лет, а он уже тренируется и соперничает с ребятами, которые гораздо старше его. Раньше играл просто на площадках. Теперь же, как поклонник «Спартака», ему выдалась возможность тренироваться в секции любимого клуба. Мне очень нравится футбол, поэтому я пришел сюда. Я очень рад, что у нас открылась футбольная школа и в будущем планирую стать профессионалом. Старший брат Ансара Ахмед также тренируется в футбольной секции «Спартака». Ахмеда назвать новичком нельзя, ведь он занимается футболом не один год, поэтому установки тренера для него не сложны. На данный момент у меня все получается, что тренер просит. Но в будущем, наверное, тренировки будут усложняться. Болельщик «Спартака». Я очень рад, что могу играть за «Спартака» теперь и надеюсь, что у меня все получится. В арсенале футбольной академии имеется все для проведения тренировочного процесса. Мячи, барьеры, конусы, фишки для дриблинга и, конечно же, профессиональные футбольные тренеры. Анзор Садиров, как главный коуч, с первого взгляда видит, кто на что способен. Поэтому первая тренировка начинается с контроля мяча. Сначала, как в школу приходишь, с первого класса, что мы начинаем? Это с букваря, с азов, алфавит. Также мы в футболе начинаем знакомиться с ребятами, насколько они дружат с мячом. И исходя из этого, когда будет хотя бы первоначально какая-то база данных, будем дальше исходить, что нам дальше, на какого уровня переходить. Переходить ли вообще или же опуститься еще ниже и начать еще с того курса, который мы еще не освоили. Футбол – спорт, который развивает не только физически, но и ментально. Ребята учатся работать в команде и становятся дисциплинированными. Карина Мальсагова отдала своих сыновей в секцию футбола. Мальчики делают успехи. У меня четверо сыновей, и они ходили на гимнастику. После гимнастики мы решили пойти на футбол. То есть дети сами изъявили желание. И вот они здесь. Футбол учат ловкости, координации. И им очень нравится. Идея запустить проект «Спартак-юниор» в нашем регионе появилась еще давно. Но вмешался карантин, и весь процесс заморозился. Запуск Академии «Спартака» станет еще одним шагом в развитии этого вида спорта среди подрастающего поколения. Ведь наш регион зарекомендовал себя как кладезь футбольных талантов. Такие яркие примеры, как братья Бакаевы, Аздоев, сборная России. Есть два наших представителя с маленького региона нашего. И в связи с этим Академия «Спартака» Москва решила у нас открыть свой филиал. Ведется набор детей. Мы, конечно, постараемся дать возможность каждому ребенку, чтобы вступил в нашу школу. И в дальнейшем, чтобы наши дети попали в клубы, в мировые клубы. В первую очередь, это Академия «Спартака», где наши талантливые дети будут выезжать на просмотр и уже зачисляться в главную Академию «Спартака». По итогам первых занятий будут формироваться группы с последующим обучением у лучших тренеров московской команды. Руководство клуба надеется, что благодаря сотрудничеству со «Спартаком» у ингузских ребят появится перспектива для развития профессиональной футбольной карьеры. Идрис Ижиев, Асхаб Белокиев, Новости 24. Продолжение следует...